Где живет и прячется семья Путина? Как в Белгороде зарабатывают на эвакуации детей и сколько миллиардов рублей россияне ежемесячно вывозят из страны в ожидании краха? Про это и многое другое сегодня в программе в ваши деньги я сергей мальнев приветствую и начинаем 10 миллиардов рублей из федерального бюджета потратили на инженерные работы по фортификации белгородской области зубы дракона получились золотыми но они как известно не помогли чему местные чиновники похоже рады сначала разворовав те самые 10 миллиардов теперь они обогащаются на эвакуации местных жителей про бизнес на крови по-русски наш сюжет казалось бы цинизмом российские власти уже не удивят начали агрессивную войну против украины в ответ получили освобождение белгородщины российскими добровольцами и больше недели замалчивали провалы обороны и отказывались помогать местным но все же умудрились пасть еще ниже начали эвакуировать детей за деньги вот родители скандалят объясните пожалуйста почему сегодня отправили детей в воронежскую область за счет родителей если вы говорите правду что проезд за счет бюджетных средств ответьте пожалуйста а следующие поездки сказали 3000 рублей с одного человека хорошо заботятся о наших детях говорят только красиво а на самом деле все наоборот невероятно но глава шебекинского округа владимир жданов заработок на детях подтвердил по докладу управления образования такое решение принято чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние хотя ранее он же и уверял все будет за счет казны через школы продолжаем дополнительный сбор заявок на размещение и отдых детей за пределами региона если необходимо помощь в размещении за пределами округа взрослым взрослым вместе с детьми то такая возможность есть проезд организацию проживания и предоставление питания берем на себя видимо мало было властям распила 10 миллиардов рублей на фейковой линии обороны белгородщины теперь решили забрать последнее еще и у родителей крик души слава богу вчера отправила детей в лагерь в воронежскую область чего стоило добиться того чтобы попасть в списке обещали все бесплатно будет а в последний момент сказали что надо доплатить за проезд и так за двоих 6000 рублей пришлось заплатить пришлось выложить последнее что было получается даже первая партия в 300 детей дала доходов 900 тысяч рублей почти миллион и этого хватит не то чтобы довести ребенка но еще и хорошенько навариться коммерческий рейс в воронеж стоит даже меньше чем 900 рублей это более чем в три раза дешевле цены эвакуации а ведь ехать туда всего-то каких-то 260 километров даже до самых дальних точек воронежской области не больше 500 так что оправданная цена одну максимум 1800 рублей сейчас власти бросились оправдываться якобы потрясли на деньги только эту группу ребят это мол это было даже не эвакуация а заранее запланированная поездка просто совпало по времени пообещали через неделю деньги вернуть и впредь не брать но родители опять жалуются заработки продолжаются детям оплатили дорогу питание детей разделили на три группы и вот если бы после взноса чиновникам детей заселили хотя бы в чистенький лагерь и но получили вот такие условия интернер напоминает декорации к фильму чернобыль нашу группу отправили в интернат вместо обещанного лагеря с ужасными условиями дети сутки ехали в поезде и даже не могут помыться по коридорам страшно ходить в столовой падает штукатурка министерство образования просто разводит руками дирекция говорит что вы хотели нас попросили экстренно вас заселить самое главное наше мне кажется наше преимущество это честность взаимоотношений между властью всех уровней и населения надеюсь что так будет и дальше еще как минимум 600 детей уже тоже отправили неплохая прибавка к зарплате местным властям а тем временем государственная пропаганда долго и вовсе молчавшая о ситуации на белгородчине устраивает вот такую вот показуху до места отдыха в сопровождении медиков и вожатых дети добирались на комфортабельных автобусах их разместили в оздоровительном лагере ландыш в течение трех недель школьников ждут обучающие и развлекательные программы похоже все чему научились в кремле это врать прикидываться и воровать деньги десятилетиями россияне соглашались отдавать им права свободы и народные богатства в обмен на якобы защиту и стабильность по итогу оказались и без свобод и без богатств и без защиты по одной из версий целью недавно и массированной атаки беспилотников на москву мог быть совсем не кремль куда беспилотники не долетели а новоогарева поселок российской элиты там находится резиденция не только путина но и как выяснили журналисты роскошные поместья его дочерей и бывшей жены какие хоромы отстроили им за ваш счет показываем он запускает ракеты по мирным украинским городам убивая людей детей лишая выживших дома тем временем для себя и своих детей которых санкциями выгнали из европы он построил отдельный город точнее поселок новоогарева его российские журналисты прозвали царским селом ведь там государственная резиденция кремлевского диктатора путина что когда-то было домом одного из московских князей вы знаете в там где живу в горево тут в подмосковье путин обустроил не только дом напротив резиденции для него возвели больницу и ледовую арену а еще дом для российского премьер-министра строительство закончили прошлой осенью все это обошлось не менее чем в 20 миллиардов рублей по центру гостиница со стеклянной крыши дальше лечебно оздоровительный комплекс врачи и карманный премьер под рукой даже персональная железнодорожная станция рядом с путинской резиденцией есть осталось только собрать семью однако как выяснили журналисты издания проект медиа это диктатор уже сделал начнем с участка номер 12 вот этот трехэтажный особняк площадь 1800 метров на участке в 60 соток этот дом и землю немного южнее нового огарева в поселке усово 3 получила младшая дочь путина катерина тихонова но оформлена земля была сначала на панамские офшоры а в феврале 2013 года за две недели до свадьбы катерины с бизнесменом кириллом шамаловым особняк перешел собственность нового путинского зятя из взломанной электронной почты шамалова журналисты узнали детали ремонта и переделок в доме путинской дочери а еще что семья торговалась за отдельные предметы интерьера и серьезно задерживала деньги работникам девять миллионов евро молодым нужны были искусственный водоем сад с привезенными из германии туями за 90 тысяч евро и жилье для прислуги а в доме художественная мастерская библиотека бассейн физкультурно-оздоровительный комплекс со спа отдельный акробатический зал вероятно занять екатерины танцами на кирилла шамалова был оформлен еще один объект недвижимости особняк по соседству потом дом по доверенности перешел пользование нового мужа бывшей жены путина людмилы артура очередного похоже что шамалов был лишь номинальным собственником недвижимости еще два участка с не менее роскошными домами в поселке усово плюс через забор от путинской резиденции в середине двухтысячных купила кипрская фирма эр мира там после замужества поселилась старшая дочь путина мария но номинально собственник не поменялся земли стоимостью около 350 миллионов рублей остались собственности офшора так избегая прямой регистрации недвижимости на близких путин расселил вокруг себя все свое семейство включая бывшую жену это происходило по серым схемам с использованием офшоров и подставных лиц ведь очевидно что деньги за которые все покупалось имеют четкий коррупционный след даже если у нас нет никакой информации о собственно говоря о том какое там положение дел со свободой слова с демократичностью общего политического уклада с свободой выборов исключительно потому что мы уже например посмотреть на резиденции путина на резиденции его детей и мы уже поймем что это за режим для цивилизованного мира не нормально а для диктаторских режимов это в порядке вещей целом именно так диктаторские режимы строятся то есть лидер купается в роскоши его дети купаются в роскоши а народ бедствует пока путин утопает в роскошествах построенных на коррупции десятки миллионов россиян живут за чертой бедности в первом квартале прошлого года даже пропагандистский ростат насчитал таких 21 миллион одному проценту даже на еду еще говорю по памяти 14 или 15 процентов не хватает на коммуналку одежда обувь складывайте пятно а 14 на 15 но это уж точно бедность в то время как родственникам мобилизованных приходится за свои последние деньги собирать мужиков на убой минобороны рф проворачивает супер прибыльную для генералов схему создали фирму прокладку нарисовали сайт каталог и продают в интернете военную технику мтлб бтр и самолеты и катера только в путинской россии возможен такой беспредел раскрываем подробности бездонные ходилища росрезерва глубина этого секретного объекта 125 метров один сорока этажный небоскреб только полностью подземный спуститься сюда можно только на специальном лифте отсюда на передовую должны были отправляться запасы отличного военного добра рост резервы не случайно располагаются на глубине более ста метров здесь нет ни мух ни тараканов и крыш а от людей запасы охраняют собственная вооруженная охрана бойцы росгвардии фсб и режим государственный тайм но видимо они чуть не уследили и теперь гонят позорный оружейный антиквариат времен хрущева а мобики не устают жаловаться не хватает даже элементарного куда же тогда подевались запасы а вот они это сайт росрезервы тут целый каталог бтр и прдм и тягачи мтлб военные авто землеройные машины и много много другой техники столь дефицитной на фронте ее раз продают и за большие деньги то есть все есть но лучше продать чем войска отправить что же это за беспредел такой или я что-то не понимаю на каком основании продают кому продают почему в войсках нет а они продают кто за это отвечает кто руководит распродажей техники с консервации да что там разбазаривают даже самолеты вот настоящий огромный ил-76 или разные аны есть и вертолеты не 8 и 26 к 32 много других и даже сторожевые катера там по вполне себе рыночным ценам выставляли списанную технику по документам техника может быть и списанная да негодная на деле же вполне рабочая вот хвастаются все в отличном состоянии садись и едь ну или лети то есть мобиком придется покупать технику у государства за свой счет муж мобилизованно находится в луганской с ноября 2022 у них нет техники копать окопы и подогневые точки запросы они пишут постоянно но им ничего не привозят организовывала закупку мини-экскаватора им но он слабоват сейчас они сами скидываются и закупают себе экскаватор мощнее им нужен еще бульдозер и камазов с уралами не хватает захожу на сайт росрезерва а там распродают такую нужную войсках технику а ведь копила ее россия десятилетиями в одном лишь 2001 расходы на росрезервы были 207 миллиардов рублей но теперь техника не на фронте а в свободной продаже прокремлевские военкоры бросились нечистых на руку генералов выгораживать успокаивают это частная контора а не государственный госрезерв просто маскируется похожим названием я думаю что это обычные вонючие барыги перекупы которые скупили эту технику за 3 копейки и продают впрочем так получается еще хуже потому что получить товар бизнесмены могли только с армейских складов может вот к чему были сказки кремля о модернизации армии мол у нас тут десятки видов аналогометов на подходе ну и зачем тогда нам это старье и коррумпированный генералитет просто распродавал старую но работоспособную технику своим приближенным людям естественно за взятки по итогу на фронте дефицит и старых и новых машин то есть техника с консервации продается по вполне себе рыночным ценам с небольшим дисконтом что это значит значит что коммерческая организация продает технику со своей наценкой ведь в этом смысл бизнеса извлечение прибыли и приумножение капитала это значит ей техника с хранения досталась с хорошим дисконтом и представьте сколько черного кэша заработали продажные тыловые крысы и отобрали у государства и рабочую технику и доходы бюджета что самое важное даже после войны чинуши схему не бросили и дефицитные машины разбазаривают и по сей день государственное имущество можно продавать коммерческим организациям на основе аукциона федеральный закон номер 135 о конкуренции есть определенные возможности простого выкупа но на основе рыночной цены которую определяет комиссия то есть закон не предусматривает халявы когда технику можно продать по цене металлолома продажа действительно в форме аукционов но результаты этих торгов всегда засекречены и допускают к ним только заранее отобранных участников с разрешением от фсб вот тут и собака зарыта кто-то продал сотни единиц частной техники мимо федерального закона с целью обогащения волонтерам и частным лицам ограничили доступ к аукциону слив его явно своим вот за это должно прилететь всей цепочки причастных но ведь на всю цепочку причастных закрывали глаза полтора года полномасштабной войны даже после резонанса реакция власти лишь вялое заявление одного единственного депутата дмитрия кузнецова я попросил мишустина запретить росрезерву продавать бизнесменам старую военную технику сборами на такие машины периодически занимаются матери и жены призванных в армию мужчин что происходит у нас матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают убитые уазики буханки какие-то старые нивы и отправляют их мужьям на фронт в это время росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов те потом втридорого сбывают это тем же жёном заметьте надо просто попросить мишустина попросить не наказать виновных не изъять всю технику а просто пускай гельцы немножко поделятся с нубиками автомобилями а самолетах вертолетах и броневиках депутат как-то тактично умолчал а вот их запасов оружейным бароном явно хватит еще на годы и годы заработка так что сядут ли они на пару с партнерами из государственного госрезерва вопрос риторический российская армия несет в украине катастрофические потери к началу этого лета шойгу и компания не досчитались почти 4000 танков 600 самолетов и вертолетов и семь с половиной тысяч разных бронированных машин восполнять эти потери в условиях санкций и изоляции крайне сложно и очень дорого но денег простых россиян власти не жалко на что их тратят еще один показательный пример в нашем следующем сюжете путинская армия серьезно нуждается в вооружении учитывая что россию россии там сколько она вот там в апреле в мае в июне по 60 тысяч снарядов в сутки всех типов выстреливал мы можем понимать что за три месяца это трехлетний запас снарядов выстреливалась война идет уже уже второй год она пошла мы можем опять же предполагать что значительная масса снарядов просто исчерпал согласно данным сайта orix россия потеряла в украине более десяти с половиной тысяч единиц техники и это только то что точно подтверждено на каждый танк или автомобиль есть фото подтверждение 272 танка т-72b были уничтожены или захвачены силами обороны украины каждый из них стоит около двух миллионов долларов такая же судьба более чем четырех сотен танков т-80 различные модификации это еще по три миллиона за штуку это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил связи с этим кремлю срочно приходится искать где пополнить запасы ведь российские в пк практически не может обеспечить желаемые поставки западные санкции действуют и работают они действительно существенно сократили российские возможности по производству различных видов вооружений в том числе мы видим это на танках мы видим что россия рас консервирует очень старые танки не потому что у нее нет более свежих моделей а потому что они просто не могут их обслужить до параллельный импорт работает много чего работает но такие объемы которые нужны россии для их военных потребностей россии не получается ниоткуда брать путин обрек страну на длительную изоляцию перспектив возвращения былой мощи российского военно-промышленного комплекса не видна мы понимаем что российский военный потенциал он не восстановит то есть то какой российская армия была там 23 февраля 2022 года там за несколько часов до вторжения она уже не будет в обозримой перспективе с оружием плохо с прицелами плохо с аптечками плохо с едой плохо с командирами плохо со здравым смыслом плохо с целеполаганием плохо а украинская армия в этом отношении молодец одна из крупнейших медиа корпорации японии сообщает что россия выкупает комплектующие которые ранее сама же продала мьянме и индии особое внимание необходимо уделить географии поставок журналисты проанализировали таможенные данные смогли определить что в декабре 2022 года уралвагонзавод производящий танки выкупил у мьянмы свою же продукцию на 24 миллиона долларов это более шести с половиной тысяч телескопических прицелов и двухсот камер у россии на хранении много старых танков т-72 которые нуждаются модернизации впоследствии могут быть отправлены на передовую сказал олег игнатов российский аналитик из международной кризисной группы могу добавить что оптика большая проблема для российского впк конструкторское бюро машиностроения которое производит в том числе и ракеты в ноябре 2022 года заказала 6 зенитных приборов ночного видения за общую стоимость в 150 тысяч долларов у минобороны индии но подобные соглашения не сыграют существенной роли уверены эксперты какие-то разовые поставки они не дадут эффекта известно также что иран собирается продать россии 70 тысяч боеприпасов день россия расходует так в среднем наверное где-то от 15 до 20 тысяч снарядов разных калибров бывает и больше но это на три-четыре дня вот расхода расходу снарядов три-четыре дня для работы российской артиллерии это немного журналисты sky news опубликовали документ согласно которому минобороны ирана и россобороны экспорт заключили договор на более чем один миллион долларов за эти деньги тегеран должен не только поставить разные танковые артиллерийские снаряды но и стволы для гаубиц и танков ирана все чаще и чаще выступает в качестве поставщика россии не только артиллерийских снарядов и дронов но и видимо целого ряда других вооружений например вот тут для гораздо важнее с моей точки зрения то что россия закупает у ирана артиллерийские стволы стволы для танковых пушек и для артиллерийских орудий но в любом случае даже с такими единичными поставками у россии нет шансов на победу в украине эксперты отмечают что на войне важно не только само оружие но и тот кто из него стреляет украинский мобилизованный защитник отечества русский мобилизованный в основном это мародер уголовник либо человек который просто не смог откосить в конце концов у него кредит поэтому ему нужно успеть сделать пару выплат перед тем как он наступит на пехотную мину и украинская армия имеет моральный дух гораздо более сильный чем российская при этом вооружена лучше стреляет точнее про все эти поставки запад прекрасно знает и пытается их пресечь нужно лишь время чтобы найти способы договориться о прекращении поддержки путинской агрессии для ирана это скоро скоро перестанет быть выгодным потому что возникает достаточно сложные проблемы для иранцев не на ближнем востоке и в связи с ядерной программой и есть целый ряд таких сигналов на которые говорят о том что с одной стороны иран может столкнуться с очень жесткой реакции израиля и соединенных штатов но с другой стороны соединенные штаты вроде бы ведут какие-то контакты переговоры с ираном так что может быть все и это иран поймет что лучше сократить свою поддержку российской агрессии своей войной путин показал чего действительно стоит якобы вторая армия мира все величие российского впк на самом деле лишь красивая картинка для пропаганды многомиллиардные бюджеты на оборону разворовывались самостоятельно россия победить войне не сможет а поддержка кремля другими странами будет прекращена совместными усилиями запада уже 15 месяцев к ряду сдуваются банки россии люди не верят светлое будущее и массово снимают со счетов свои деньги в мае кстати поставили новый антирекорд как это отражается на системе и когда она рухнет считаем деньги и время далее более 17 триллионов рублей в прошлом месяце перешло в наличку это рекорд за все время доступной статистики вероятность того что ваши деньги в банке которые лежат на разные будь то депозиты будь то просто другие счета рано или поздно окажутся не вашими государственными скажем так вероятность возрастает россия все дальше и дальше погружается в такую архаизацию пускай не главное но одна из основных причин путин печатает слишком много денег из-за постоянно растущих расходов на впк ему приходится обесценивать собственную валюту началась инфляция причина которой это печатание новых денег когда печатают деньги выправы большая часть через банки оказывается в руках граждан в том числе расходы на его теневой флот и параллельный импорт требуют очень много денег путин легализовал теневой экспорт и импорт для обхода санкции поэтому там очень большие объемы грязных денег там наличка там эти наличные деньги меняются на доллар или на евро или на лиры это турецкие и используется как оборотное средство для обхода санкций но причина номер один почему люди все больше предпочитают наличку это утечка капитала никто не верит российским банкам все хотят обезопасить себя в том числе переехать со своими деньгами в другую страну все-таки на первое место я ставлю отток капитала за рубеж то есть если раньше когда они знали что у нас лежат деньги на каких-то счетах что они неприкосновенные то сейчас ощущение неприкосновенности уже нет сейчас наоборот есть понимание того что государство выискивает что где плохо лежит у граждан и как запаски мошенник хочет просто это забрать по сути путин поставил перед россиянами выбор беднеть в россии быть мобилизованным и умереть или же уехать в другую страну и начать все с нуля люди которые опять таки как я сказал средний класс то есть относительно жертв жить точнее кого из деньги которые умеют думать которые прекрасно понимают что им предлагают шикарный вариант погибнуть до конца этого года этот вариант их не устраивает поэтому для них лучше лучше оказаться всеми правдами и неправдами уехать в казахстан или тоже грузию туда армению каждый кто уезжает из россии забирает с собой все нажитое и развивает экономику других стран и все это спровоцировал конкретно путин своей войной это трансфер чистый трансфер денег за рубеж когда россияне вывозят деньги приобретают недвижимость за рубежом я не сейчас не готов обсуждать насколько это правильно или неправильно но это приводит к росту экономика иных стран в армении это даже чуть ли не 11 процентов абсолютно каждый рубль переведенный в другие страны забирает у кремля часть доходов я не удивлюсь если мы сейчас узнаем что строительная отрасль в казахстане армении там грузии демонстрируют резкий рост просто потому что есть огромное количество клиентов российской федерации которые всячески пытаются переехать из россии в эти страны но главная проблема для россии из-за миграции собственных граждан потеря квалифицированных кадров их становится все меньше и меньше тем самым путин лишает страну развития в будущем здесь я бы сказал бы ключевой тренд это человеческий капитал отъезд этих людей для меня более важен и это сейчас практически все промышленные предприятия говорят в один голос что все что касается middle management это серьезнейший вызов даже более того крупные предприятия обращаются ко мне с вопросом о генеральных директорах предприятий потерю квалифицированных кадров на высоких должностях уже сегодня видно берем допустим давайте стоматологии хорошие специалисты уехали а люди которые остаются будут делать и пломбы и прочее стоматологическую работу гораздо хуже производство автомобилей которая практически остановилась напомнимая прошлого года она возобновляется существенно заниженными стандартами качества то есть элементарно стеклоподъемник у вас уже не механический ручной они обязательны подушки безопасности путин великий геополитик и стратег только на российском телевидении там его все хвалят как царя за многомиллиардные гонорары в действительности он просто ворует у собственного государства и пытается захватить чужую территорию это была программа ваши деньги показываем правду про то как преступный режим путина делает всех простых россиян беднее спасибо что смотрите нас встречаемся как всегда в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале freedom и и Субтитры создавал DimaTorzok